МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. О, глава семейства. В России идёт микроперепись сельского хозяйства. Мы собрались, а даже меня испугали, когда собрались. Наверное, уже всё конец. Невероятную историю спасения больного ковидом расскажет Луиза Егия-Зарян. Что вас вдохновило? Любовь. Любимый человек. О новой выставке в картинной галерее узнаем у Анны Слайковской. Физическая подробно должна быть, но должна работать голова, прежде всего. Про основы самбо смотрите в сюжете Айтар Щераговой. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомства читались главе муниципалитета в проделанной работе. Со 2 по 9 августа в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений. За неделю стражи порядка возбудили 24 уголовных дела. 20 преступлений удалось раскрыть по горячим следам. Также было 163 ДТП с пяти пострадавшими. Личный состав работает в усиленном несении службы в связи с погодой. Охраняет речки, пруды, которые наши граждане продолжают еще купаться, отдыхать. Два пожара произошло на территории округа на минувшей неделе. Один из них с пострадавшим. 2 августа в поселке Томилино сгорела хозяйственная постройка. В результате происшествия мужчина 1967 года рождения получил ожоги. В плановом режиме идет замена лифтов в МКД. Из 87 единиц 78 уже в строю. Работа, проведенная в этом году, избавит округ от подъемников, отслуживших нормативный срок, то есть 25 лет. Что касается ремонта подъездов, то эта программа выполнена в Люберцах на 100%. У нас было запланировано 230 подъездов. В ремонте участвовало 5 управляющих компаний. На сегодняшний день, на 8 число, все подъезды выполнены в полном объеме. На совещании обсудили ход благоустройства округа, вопросы, связанные с вывозом мусора и ремонтом дорог, а также работу службы ЕДД 112 и учреждений здравоохранения. А в конце встречи подвели спортивные итоги недели. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Субботнее утро, снова на велосипедах. Глава округа совершил велообъезд Люберец. Владимир Ружицкий пообщался с жителями и узнал, как работают управляющие компании города. Первая точка маршрута – улица Космонавтов-28. Жители не один раз просили отремонтировать фасад здания 1965 года постройки. Итог – работы провели в 2021 году. Хорошо, конечно, сделали навесы, как входить. Вот, загородили. А раньше навесов не было? Не было. Вот так, как навесов. Помимо капитального ремонта дома, в соседнем дворе открыли детскую площадку. Новое покрытие, горки и качели. Детям здесь безопасно и интересно. Дороги – еще одна актуальная тема для горожан. Рабочие расширяют съезд с улицы электрификации на Октябрьский проспект. Вместе с сотрудниками ГИБДД администрация решила добавить дополнительную полосу. Это поможет снизить пробки. Расширять дорогу закончат уже на этой неделе. Но есть в городе места, на которых все еще требуется работа и контроль городских служб. Это несанкционированные свалки, некошенная трава и ямы. Я своим коллегам говорю, что жители очень быстро замечают какие-то перемены. Стало лучше. Они заблагодарны. Но жители еще быстрее замечают, когда есть какие-то провалы, недоработки, грязь, мусор. Но задача городских служб – эти вопросы тоже быстро видеть, устранять, а главное – не допускать. Работе управляющих компаний и состоянию города в целом глава Люберец дал удовлетворительную оценку. Вопросы и жалобы жителей занесли в протокол. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Качество услуг ЖКХ обсудили в рамках народной программы «Подмосковье. Территория перемен». Заседание «Круглого стола» с руководителями управляющих компаний прошло в администрации округа. Подробнее в следующем сюжете. Перемены – то, что волнует людей. Тема «Круглого стола» с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций округа. У нас сегодня управляющие компании, которые работают в городском округе Люберец, работают, прежде всего, во благо жителя. И, что самое интересное, работают на денежные средства жителя, не более, не менее. Поэтому ваша задача сегодня – качественно выполнять данный вид услуг. Теперь задача более сложная – поставить качественную воду. И мы все понимаем, что все мы к этому стремимся. Сбор наказов жителей стал главной целью. Все просьбы жителей будут учтены. Область ЖКХ и благоустройства в Московской областной думе курирует депутат Игорь Каханый. Можно констатировать факт, что все наказы, которые были в программных заявлениях в 2016 году, практически все, программа была выполнена на 100%, а по ряду моментов в разы перевыполнена. Друзья, помогите, потому что все, что вы соберете, вот моя задача, чтобы это вошло в ту народную программу, которая называется «Подмосковье. Территория перемен». Очистка прудов и озер – одна из основных тем обращений граждан. В текущем году в рамках программы губернатора в Люберцах начали очистку нескольких водоемов. Вы знаете, что у нас сегодня ведется саночистка нашего пруда в Томилино на улице Серафимович, и на следующий год запланирована очистка еще трех прудов. Также вы, наверное, знаете, что у нас в этом году запланирована третья очередь реконструкции Малаховского озера, которая будет выполнена до конца текущего года. Продолжается голосование за выбор дворов для благоустройства. Они будут включены в план на 2022 год. Свой голос можно отдать до 11 августа на сайте Добродел. В единой диспетчерской службе ЖКХ Люберец побывали представители общественного контроля, депутат Московской области Игорь Каханы и жители округа. Гости посмотрели, как ведется работа с обращениями граждан и узнали, за какой помощью чаще всего обращаются в коммунальные службы. Продолжим тему в сюжете. Единая диспетчерская, оператор Яна, здравствуйте. Ваша заявка принята, передается в управляющую компанию. В единой диспетчерской службе ЖКХ городского округа Люберцы телефонные звонки раздаются один за другим. Это не оврал. Нормальный режим работы, рассказывает гостям генеральный директор ЛГЖТ Мамед Азизов. Именно по его идее в 2017 году ЕДС появилась сначала в тресте, а затем стала единой на весь округ. Сегодня все управляющие компании имеют с нами договор. Самое главное, жителям удобно, понимаете. А вот задвоение ЕДС округа и вот эта служба, или как люди понимают, куда? Все заявки, которые поступают в единодиспетчерскую дежурную службу 112, они у нас с интеграцией, они 100% попадают сразу в нашу систему. А, то есть сразу к вам? Каждую неделю операторы принимают не менее 5000 обращений. Летом чаще всего жители оставляют заявки на сантехнические, электромонтажные работы, жалуются на то, что не горят уличные фонари или во дворе не убран мусор. Как только начинаются дожди, шквал звонков по поводу текущей кровли и больших луж. Но самое главное, каждое обращение операторы в течение двух-трех минут передают для исполнения в управляющей компании. А потом перезванивают адресату и выясняют, решена ли проблема. Для меня это, по вашему счету, основной источник информации. Чтобы понимать, в какой управляющей компании какие пробелы, где какие недоработки есть, чтобы предметно вести диалоги с руководителями управляющей компании. Депутат Московской областной думы Игорь Каханый вопросами о работе диспетчерской службы не ограничился. Попробовал себя в роли оператора. Первый же звонок – вопрос не столько к коммунальным службам, сколько к народному избраннику. Жители жалуются – соседство с магазином не дает спокойно жить. Я уже принял ваш звонок. Я, наверное, лично отработаю всего. И обращусь в госабдегнадзор, чтобы они вышли с проверкой в этот магазин и обязали его, во всяком случае, в ночное время соблюдать закон о тишине. Жители-активисты, которые вместе с депутатом пришли в единую диспетчерскую службу, звонки не принимали. Но, было дело, сами обращались сюда за помощью. Я вечером обращалась, не было света, причину. Но девочки узнали, диспетчера узнали, какая причина, сказали, через сколько будет свет. Потом перезвонили, узнали, появился свет или нет. Понимаете, вот какая связь великолепная. Мы пообщались с жителями, жители довольны. Мы пообщались с нашим лидером Люберецким подмосковной ассоциацией, председателем Совета многотвардельных домов, который тоже сказал, насколько стала качественнее работа управляющих организаций, насколько быстрее стали обрабатываться чайные жителей. Отлично, когда такие идеи воплощаются в жизнь, подвели итог представители общественного контроля. И напоследок уточнили, звонки в единую диспетчерскую службу ЖКХ бесплатны? Платить за разговор с оператором Люберчаном не нужно. При этом их звонок оператор примет в любое время суток, подчеркнули руководители службы и напомнили номера телефонов. В поселке Томилино завершились отделочные работы почтового отделения на улице Пушкина. Но на этом ремонт не окончен. Глава округа оценил результат и поставил новые задачи. Почтовое отделение находится в квартире в жилом доме. Соответственно, часть помещения относится к почте России. Мы, соответственно, с Баренбуком провели ремонт. Но действительно выявили ряд замечаний, что хотелось бы, чтобы вход в само почтовое отделение был с этой стороны. Почтовое отделение на Пушкина, 55, в поселке Томилино было в состоянии ремонта несколько месяцев. Обновили стены и покрытие пола, установили навесные потолки, поменяли электропроводку. Помещение обрело новый вид. Есть современные решения, есть современный запрос. Наши же люди все время в развитии, они видят Москва же рядом. Исходя из того, что я тут увидел и переговорил с руководителем почты России по Люберевскому городскому округу, здесь ряд решений, с точки зрения планировки, наверное, надо чуточку изменить. Глава поставил задачу перенести входную группу на фасадную часть здания. Таким образом, вход станет отдельным, не занимая подъезд жилого дома. И вторая задача – расширить помещение путем сноса одной стены. Действительно, работа сделана качественная, но есть доработки, которые буквально за неделю устранят. И мы уже с вами здесь откроем новое чистое отделение, красивое, для удобства людей и для комфорта людей. В городском округе Люберцы 26 почтовых отделений. В шести из них сейчас ведется ремонт. Все работы планируется завершить в ближайшие два месяца. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло пленарное заседание общественной палаты городского округа. В нем приняли участие депутаты Московской областной думы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. На встрече обсудили промежуточные результаты ежегодной премии губернатора «Мы рядом», а также вопросы, связанные с реконструкцией Октябрьского проспекта. Обо всем подробнее у Луизы Езарян. В этом году городской округ Люберцы – лидер по количеству подданных заявок на соискание премии губернатора Подмосковья «Мы рядом». Жители муниципалитета подготовили 1244 проекта. По результатам народного голосования номинантами стали 226 человек. Имена победителей станут известны к концу этого месяца. В этом году у нас призовой фонд составил 80 миллионов рублей, он чуть снижен, но тем не менее у нас 500 лауреатов. То есть лауреаты, соответственно, это победители. У премии есть несколько новшеств. В этом году она носит название «Мы рядом ради перемен». Изменение лозунга повлияло и на название категорий. На заседании общественной палаты как раз рассмотрели вопрос, связанный с главной переменой в округе – реконструкцией Октябрьского проспекта. Представители рабочей группы отчитались в проделанной работе с февраля 2020 года. Нам удалось продвинуть вопрос по мониторингу домов. В составе проекта документации было указано, что будет мониторинг домов на предмет их деформации. Эта работа была запланирована на 2022 год. Мы добились того, что эта работа уже производится сейчас. К оценке состояния жилых домов на Октябрьском проспекте, которые входят в зону строительных работ, проектировщики приступили 2 августа. По вопросу реконструкции главной магистрали «Люберец» общественники организуют совещание с представителями администрации, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Льготный проезд теперь и в маршрутках. На коммерческом общественном транспорте бесплатно или со скидкой могут ездить 15 категорий «Люберчан». Пилотный проект запустили 1 августа в пяти городских округах Московской области. Раньше пенсионерка Лариса Киселева стояла на остановке по 30 минут. Ждать автобус летом комфортно, но далеко не каждый день бывает теплая погода. Теперь у нас появилось гораздо больше времени. Нам не нужно подгадывать время расписания автобуса, ждать его, когда он ходил очень редко. Бесплатно по социальной карте могут ездить люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и ветераны труда. Сейчас очень довольны тем, что пустили программу бесплатного проезда на всех маршрутах и коммерческих, и муниципальных. А сейчас подходишь, подходит любая маршрутка, садишься и едешь, куда тебе надо. Очень удобно и хорошо. Я инвалид, пенсионер и ветеран труда. Это большая помощь для нашего старшего поколения. Все очень довольны, очень довольны. Уже нет такой проблемы, где автобус, где автобус. А так уже спокойно вышла и пошла. Для школьников и студентов с 1 сентября до 15 июля следующего года будут действовать скидки. До 35 поездок – 50%, а с 36 поездки – 99%. Обладателям карты «Стрелка» предоставят скидку в 7% за каждые 10 поездок и 35 – за 50 и более поездок. Каждый день проект набирает обороты. То есть, если мы 1 числа видели, например, 200 человек провезенных, то уже через неделю в разы выросл проезд по социальным картам. С 1 августа льготным проездом в общественном транспорте воспользовались более 60 тысяч раз. В развитии этой темы каждый перевозчик у нас заключил соглашение, которое предусматривает в перспективе оплату выпадающих доходов в этой цели по факту перевозок. Я уверен, что эта позитивная практика не закончится ни августом, ни сентябрем, а мы ее будем продолжать уже на постоянной основе. В городском округе проходит 141 маршрут. Их обслуживают 12 транспортных компаний. Льготами пользуются около 40% всех пассажиров. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В России идет микроперепись сельского хозяйства. Ее проводят для того, чтобы зафиксировать перемены, происходящие в аграрном секторе. Большой объем работ предстоит и в Люберцах. В поселках городского округа ведут свою деятельность крестьянские и фермерские хозяйства. Семье ведищевых будильник не нужен. Вместо него десятки голосистых петухов, которые просыпаются с восходом солнца. Каждое утро у владельцев частной птицефермы обход территории. О, глава семейства. Кто за что отвечает и кто главный в птичьем семействе. Огромное хозяйство Татьяна ведищева знает, как свои пять пальцев. В отличие от других фермеров, некоторых пернатых разводят не для прибыли, а для души. Вот любимая парочка павлинов. Площадь домашней фермы – 5 гектаров. Количество птиц постоянно меняется. Кого-то продают, а у кого-то пополнение, как у семейной пары страусов. На данный момент здесь около тысячи пернатых, 15 коз и овец. Мы сами инкубируем, у нас инкубаторы свои есть. Ну и покупаем молодняк. Мы работаем с генофондом в Сергиево-Посаде. Там очень хорошие птицы. Мы обычно там берем таких хороших породистых цыпляток. Тут все вырастают. До пандемии гостеприимные хозяева проводили экскурсии. Сейчас они снова открыли двери. Но на этот раз не для любопытных глаз, а для переписи сельского хозяйства. Сельскохозяйственная перепись проводится раз в пять лет в цель экономических показателей. Мы информацию передаем для дальнейшей обработки в Росстат. Пандемия коронавируса серьезно отразилась на сельскохозяйственном бизнесе. И люберецкие фермеры не стали исключением. Как и другие предприниматели, они могут рассчитывать на поддержку со стороны администрации. Хорошее хозяйство с хорошими профессиональными специалистами. Но оно требует развития. Необходимо определенная помощь и содействие в организации. Мы ее, конечно, окажем. Перепись сельского хозяйства будет проходить до конца августа. На территории городского округа Люберцы подлежат обследованию более двух тысяч личных подсобных хозяйств, СНТ и сельхозорганизаций. Луизия Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава городского округа проверил соблюдение санитарных норм в одном из крупных торговых центров Люберец. Владимир Ужицкий лично оценил, как работники магазинов выполняют требования Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусной инфекцией. Тему продолжит Виталия Куликова. 10 часов утра. Первые минуты работы торгового центра. Люберчане спешат за покупками. На входе сотрудник успевает каждому померить температуру и предложить маску. Обычная картина. В числе посетителей и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Только в поле его зрения не ассортимент магазина. А в достатке ли в каждом отделе масок и антисептиков? Соблюдают ли сотрудники и покупатели масочный режим? Чтобы защититься от вируса, дальше если вакцинирован в общественных местах, нужно носить маску. И мы сегодня проверили, как эта работа организована в торговом центре «Орбита». А у нас крупных торговых объектов порядка 59. А в целом магазинов разного рода у нас более 2000. Крупные торговые центры в день посещают 8-9 тысяч люберчан. Большинство в масках. А тех, кто пытается правилам пренебречь, сотрудники вежливо призывают санитарные нормы соблюдать. Говорят, конфликтов практически не бывает. Все относятся с пониманием. И если покупателю приходится надеть маску лишь на время визита в торговый центр, работникам сложнее. Вся их смена проходит в специальной экипировке. Маска, перчатки, а также тотальный контроль. Каждый рабочий день у нас начинается. Входная зона, чистота, порядок, наличие масок, перчаток на кассе. В наличии антисептиков каждые три часа проводится проверка температуры у сотрудников. Мы уже привыкли, что так и должно быть. Приходим, маску одели, руки обработали. После каждого покупателя обязательно так же обрабатываем. Поэтому все нормально. С 16 июля кафе быстрого питания в торговых центрах работают в прежнем режиме. Утром здесь свободно, вечером негде яблоко упасть. Поэтому маску стоит снять только за столом, говорит мама двоих малышей Людмила Рублевская. На что обращаете внимание, когда приходите в торговый центр? Как сказать? Во-первых, на чистоту, естественно, в первую очередь. На сам уют и на окружающих, кто как соблюдает санитарность. Организацию работы по соблюдению санитарных норм в этом торговом центре глава оценил высоко. Однако главный совет покупателям надеется не только на маску, но и сделать прививку от коронавируса. Тем более, что для этого даже отвлекаться от шопинга не нужно. Пункт вакцинации работает здесь же, на первом этаже. Виталия Куликова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Врачи ковидного госпиталя, расположенного в здании ФОКО, вылечили мужчину с 95-процентным поражением легких. Казалось бы, в этой истории нет ничего необычного, но спасенному пациенту 90 лет. Наш корреспондент Луизия Гязарян узнала подробности этого уникального случая. Сколько лет было? 120. 120. Ну, будешь держаться? Нет, нет. Да, 120. Это конечно же. За чашечкой ароматного кофе собралась лишь маленькая часть большой семьи. Рекорды долгожительства царукяны вспоминают неспроста. Наверняка генетика сыграла свою роль, когда глава семейства 90-летний Газарос Багратович заболел коронавирусом. Такие же мысли были и у врачей. Пациент поступил 7 июля в крайне тяжелом состоянии. У сторонние поражения легких справа и слева 95%. Сатурация 70. С подобным случаем люберецкие медики столкнулись впервые, но им удалось совершить чудо. Через 22 дня мужчину выписали домой. Целая делегация его провожает. Выписали пациента домой без кислородной поддержки. То есть он полностью на атмосферном воздухе держал сатурацию. По рентгену у нас восстановились легкие до практически 50%. Для нас это огромная победа. В эту победу было вложено немало сил, энергии, эмоций. Сейчас газоросца Ругиан чувствует себя отлично. В кругу семьи иначе быть не может. Хотя, отмечает дедушка, в больнице к нему тоже относились как к родному. Я спасибо тебе за него. Дай Бог, молодой, пускай, на здорово, что таких много-много-много лет жить, что помогать людям. В Московском областном центре охраны материнства и детства представители власти провели встречу с трудовым коллективом. Ответили на вопросы врачей и построили планы на будущее. Подробнее в следующем сюжете. Московский областной центр охраны материнства и детства – один из лучших в Подмосковье. Единственный в области имеет ожоговый центр, куда вертолетом доставляют детей со сложнейшими травмами. Это показатель, насколько хороша больница, когда с разных уголков, не в области, а в России, кто попадает в какие-то трудные ситуации. Мне просто звонят и просят как-то помочь. Очень часто меряем по стандартам Москвы и говорят, вот Москва. Мне многие москвичи просят именно в нашу Люберецкую детскую больницу. На встрече обсудили проблемы медицины, коснулись вопросов законодательства. Николай Щапов, заведующий отделением хирургии новорожденных, защищал интересы пациентов. Есть такой 44-й генеральный закон, который не позволяет лечебному учреждению выбрать то, что считается необходимым. И здесь возник вопрос, нет ли возможности в рамках регионального законодательства внести какие-то поправки. На вопросы врачей ответили Игорь Брынцалов, Роман Терюшков и Владимир Ружицкий. Поставили для себя новые задачи. Тем более здесь, в стенах, где работают с такими патологиями при рождении детей, с недоношенными детьми. И, конечно, здесь нужно будет на федеральном уровне обращаться с инициативой о том, чтобы для медицинских организаций были внесены в 44-й закон послабления. Поговорили и о качестве медикаментов. Врачи ратуют за то, чтобы медучреждение могло закупать материалы, проверенные в работе, а не только положенные от Минздрава. Например, бинты. Матер, который в последнее время есть, это не бинты. Качество нельзя никак-то выводить. Возьмем проработку. Губернатор тоже не раз говорил об этом. После встречи с медперсоналом представители власти посетили отделение больницы. Проверили оснащенность реанимации и ожогового центра. Самое главное, что здесь собран очень такой слаженный профессиональный коллектив, который сегодня может решать самые сложные задачи. Мы сейчас посетили, посмотрели, правда, со стороны хирургического отделения, созданного по самому последнему слову техники. В дальнейших планах максимальная материальная поддержка Московского областного центра охраны материнства и детства, чтобы и дальше люберецкие врачи могли оказывать качественную медицинскую помощь маленьким пациентам. Со 2 августа родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей в качестве единовременной социальной помощи. Жительница округа Юлия Задорнова тоже получила выплату на ребенка. Как семья готовится к новому учебному году, узнала наша съемочная группа. Вот так вот я планирую пойти на линейку 1 сентября. Кира Задорнова перешла в 8 класс. Начала подготовку к учебному году с покупки школьной формы. За лето девушка выросла. К 1 сентября учебный гардероб придется обновить. До встречи скучаю уже по всем. Недавно ходила в магазин, купила вещей, одежду. Вместе с мамой Кира подобрала юбку, брюки, несколько рубашек. Выплаты в рамках господдержки пришлись кстати. Материальную помощь планировалось начислять с 16 августа. Но президент сроки перенес. И уже 2 числа семья смогла приступить к покупке новых вещей. Я очень благодарна этим выплатам. Я сейчас не работаю. Мне как раз это денежка, чтобы приготовить ребенка к школе. Сейчас, к сожалению, цены в магазине приличные. Но мы уже закупили. И тетради, и частично форму. Ну, еще по мелочи осталось докупить. Вот это моя любимая ручка. И получается, тут много цветов, чем можно обводить и даже писать. Восьмой класс – еще не старшая школа, но уже серьезный этап. Появятся новые предметы. Кира немного волнуется перед 1 сентября. Ее поддерживают любимые питомцы. Сидеть. Дай лам. Будешь меня будить по утрам? Будешь? В эти дни многие семьи начали подготовку к школе. Выплаты начисляют на детей от 6 до 18 лет. Есть отдельная категория – школьники с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам и числятся учениками школы. Их родители тоже имеют право на материальную помощь. Граждане, у которых детки рождены не на территории Российской Федерации, но имеют гражданство уже России в настоящий момент, должны обратиться в клиентские службы пенсионного фонда. Срок рассмотрения заявлений – 5 рабочих дней. Выплата осуществляется в течение трех рабочих дней. Прием заявлений мы будем осуществлять до 1 ноября 2021 года. В этом случае деньги начислят до декабря текущего года. Те, кто еще не успел подать заявление, могут это сделать через госуслуги или в личном кабинете на сайте ПФР. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В первый класс с полным рюкзаком. Школьницам Есении Ярославии Давлетгореевым вручили портфели с канцелярскими принадлежностями. Подарочный набор первоклассницам дают в рамках социальной акции Московской области «Скоро в школу». Кисти, тетрадки и альбомы для рисования. В подарочном наборе первоклассника есть все для творчества и уроков. В стремлении к знаниям Ярославе и Есении можно только позавидовать. Девочки так сильно хотят в школу, что уже самостоятельно научились читать. Твой первый день знаний. Чтобы получить подарочный набор первоклассника, родителям необходимо подать заявление на портале госуслуг. Супруги Давлетгореевы в акции приняли участие во второй раз. В прошлом году Вике подарили очень красивый портфель. Тоже со всем наполнением. Мы даже этот портфель еще не использовали. Она хочет его в этом году. С девочками вместе пойти втроем с тремя новыми портфелями. Вручают рюкзаки тем семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума по Московской области. У Давлетгореевых пятеро детей. Для супругов бесплатный портфель с принадлежностями – значительная экономия. Во-первых, мы все работаем. У нас, как обычно, не хватает времени. Я считаю, что это большая помощь каждой семье. Начинаешь набирать портфель. Это тоже стоит очень дорого. В рамках акции рюкзаки подарят еще 142-м люберецким первоклассникам. А их родители получат выплаты в размере 3000 рублей на покупку школьной формы для детей. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. С 16 по 27 августа специалисты потребительского надзора ответят на вопросы о выборе детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Дадут пояснение к действующим нормативным требованиям по товарам, предназначенным для детей и подростков. На официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области можно ознакомиться с рекомендациями по выбору качественной школьной формы, ранцев и портфелей, а также по организации рабочего места школьника и его режима дня. Звонки на горячую линию бесплатны. Живопись, скульптура и графика соединились в одном зале Люберецкой картинной галереи. Студенты и выпускники колледжа Гжельского государственного университета представили свои работы на выставке «Искусство молодых». Там побывала и наша съемочная группа. Евгения Петракова сегодня художница и скульптор, в прошлом муниципальный служащий. В 30 лет она решила полностью изменить свою жизнь и заняться любимым делом. И поступила в колледж Гжельского государственного университета на художественное отделение. И как-то вот оно все пришло ко мне, знаете, такое вот прям в какой-то один момент. И все, я уже поняла, что я больше ничего не могу делать, кроме это. Евгения окончила колледж с отличием. На выставке в картинной галереи она представила свою выпускную работу. Это моя дипломная работа. Город единства непохожих. О насущном, о том, что женщины выбирают творческие профессии, а мужчины больше становятся гуманитариями. Но мужчины нас поддерживают на этом пути. А как вы пришли к этой идее? Что вас вдохновило? Любовь. Любимый человек. По словам Евгении, мужчина – главная опора в жизни женщины, как и в ее скульптуре, выполненной из гипса. Над композицией художница работала около полугода. На выставке представила и другую свою работу. Еще представлена промежуточная работа. Это бюст, портрет моего одногруппника, моего товарища, очень хорошего друга. Иван Сидоренко тоже скульптор. Ради подруги стал моделью для керамического портрета. Приходилось позировать по два-три часа в день на протяжении месяца, чтобы получилось произведение искусства. Во-первых, тяжело, но все-таки я справился. Правда, было неудобно, конечно, но это ничего страшного. Самое главное – работа того стоила. Выставка «Искусство молодых» собрала работы более 20 молодых мастеров. Это скульптура Сальвадора Дали и Льва Толстого, картины «Дама в шляпе», «Танцовщицы» и многие другие. Здесь, в картинной галерее, представлено несколько выставок молодых, творческих, очень интеллектуальных, активных студентов. Выставка в данном зале Кжельского государственного университета, колледжа Кжельского государственного университета, она нас заинтересовала своими необычными, очень юношескими, задорными работами. Увидеть произведения молодых художников можно до конца августа в Люберецкой картинной галерее. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Спорт и непринужденная беседа. В поселке Кратово состоялся медиаланч с министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терешковым. Для репортеров подготовили и спортивные мастер-классы. Браво! Пытаться как можно быстрее обвести эти гонусы, пробить забить гол. Фраза «Живу спортом» стала девизом мероприятия. А чтобы углубиться в тему разговора, журналистам показали футбольные трюки. Введение, передача, обыгрывание. Теперь репортеры владеют не только пером, но и мячом. Мы попробовали некоторые упражнения, те, которые делают и дети, когда начинают учиться футболу, и уже взрослые мастера уровней сборной России. Все получилось, начинали, скажем так, робко, а в конце уже разыгрались и все получалось. Для мастер-класса футбол выбрали не случайно. Этим видом спорта в юности занимался Роман Терешков. Детские мечты о карьере футболиста, олимпийские игры в Токио и общение с жителями. Вопросов у журналистов накопилось много. Роман Терешкович, подскажите, вы часто едете к городскому кругу и общаетесь с жителями. С какими вопросами они к вам обращаются? Если говорить про спорт, то, конечно, это модернизация строительства новых площадок. И говорить про Люберцы. Мы были в Наташинском пруду, в центральном нашем парке. Ребята просили скейт-парк. Он действительно там находится в таких достаточно плохом состоянии. Мы договорились, что администрация подготовит документы для того, чтобы зайти в государственную программу и сделать хороший, качественный бетонный скейт-парк. Задан вопрос и о реконструкции стадиона «Торпеда». В ходе работ планируют сдвинуть футбольное поле и установить современные раздевалки и трибуны. Наша задача – это то, что сейчас в госпрограмме есть. Наша задача – подъемить это с 2023-2025 года сюда поближе, на 2022 год. И, конечно, у нас остается таким пятном стадион «Торпеда». Он, конечно, в хорошем состоянии. Хорошо его содержит, натуральный газон. Но все-таки уже возраст берет свое. И нам необходимы новые и современные стадионы. Также на территории стадиона построят физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом. Айтадж Чарагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Концентрация и скорость движений – основа самбо. Такой вариант спортивных и прикладных единоборств зародился в Советском Союзе. В июле 2021 года самбо стал олимпийским видом спорта. В Люберцах мастеров единоборств готовят в Федерации самбо. На одной из тренировок побывали мои коллеги. Каждый спортсмен знает – хорошая физическая форма – часть победы. Утро Ивана Захарова начинается с легкого завтрака и занятий в тренажерном зале. Кардио, силовые упражнения, растяжка. В самбо задействованы практически все группы мышц. Вечером у нас тренировочный процесс идет два часа. Это у нас нарабатывание техники своей, борьба. Это идет функциональная тренировка, цепочки. И в конце тренировки у нас идет потянуть мышцы, разминочный, заминочный процесс идет. Четкий распорядок дня помогает Ивану занимать призовые места на соревнованиях. На этот раз Люберецкий самбист завоевал бронзу в международном турнире памяти Виталия Гордеева. На площадке боролись спортсмены из России, Киргизии, Казахстана, Франции и Узбекистана. Первая тренировка после соревнований начинается с поздравлений. Не хватило нам для того, чтобы быть в финале и стать победителем, но это первый международный опыт, который оказался достаточно успешным. Вань, мы поздравляем тебя, желаем, чтобы следующие твои международные соревнования были обязательно с золотым результатом. Единоборствами Иван занимается уже 14 лет. В Люберецкую федерацию самбо попал год назад. Приехал из Ярославской области. Поначалу было сложно, но тренер помог адаптироваться. Он попал сразу в коллектив. У нас дружная, сплоченная команда, в которой его приняли как своего. Потому что все-таки самбо, спорт, он объединяет людей. И так получилось, что он здесь нашел друзей быстро и стал своим. На матах Иван отрабатывает броски, захваты, болевые и удушающие приемы. Их можно использовать в самозащите. Ведь самбо расшифровывается как самооборона без оружия. Приемы самообороны используют и в жизни. Например, с помощью одного из них можно защититься от удушающего захвата. Убрать руку противника с шеи, подставить ногу за его голень, а рукой надавить на надплечи. И можно делать резкий бросок. Главное в самбо – скорость движений. Физическая подговорка должна быть, но должна и работать голова, прежде всего. То есть без головы делать в самбо нечего. Это высшая математика только на ковре. Это характер, где люди проигрывают и до конца доводят свою встречу до конца. И были такие моменты, где мне понравилось, где плачут на сватку. То есть до конца, до конца идут. В Люберцах в спортивных секциях самбо тренируется более 500 человек. И около 3000 ребят занимаются по программе «Самбо в школу». Стритбол – отличная возможность испытать себя. На вертолетной улице состоялось открытое первенство Люберецкой стритбольной лиги. Чем уличный вариант баскетбола отличается от классического, знает Айтаж Чарагова. Самый эффективный способ поднять себе настроение – забросить мяч в корзину. Так считают 120 спортсменов из Москвы и Московской области. Всех их связывает любовь как к стритболу, так и к баскетболу. Я всю жизнь с детства занимался баскетболом, но получается так, что ты не можешь быть только баскетболистом. Где есть баскетбольный мяч, ты там играешь. Независимо, это там 33, баскетбол, стритбол. Ты везде хочешь участвовать, потому что с детства просто любишь эту игру и не можешь остановиться. Правила стритбола значительно отличаются от баскетбола. В стритбольной команде могут играть три человека, двое еще на замене. В баскетболе – пять на площадке, семь на скамейке запасных. Баскетбол играется на два кольца, стритбол на одно. И стритбол, конечно, в плане судейства позволяет довольно-таки жестче играть в защите, в нападении. То есть неподготовленный игрок в баскетболе, если придет стритбол, ему будет довольно-таки трудно влиться, потому что он привык играть по правилам, когда судят все, а здесь допускается жесткость. Трудностей добавили и погодные условия. Обувь и мяч скользят, а отскок от баскетбольного щита – другой. Но дождь игрокам не помеха. Конечно, погода слегка нас подвела. Был два раза дождь. У нас, как видите, лужи, но мы все равно продолжаем играть. В принципе, все команды плюс-минус равные. В первенстве участвовали более 40 команд. Это взрослые и дети. Среди школьников этот вид спорта становится популярным. Мы организовали в Люберцах Люберецкую стритбольную лигу. И с 1 сентября планируем начать занятия в «Триумфе». Это для подростающего поколения. Все, кто любит этот вид спорта, кто любит просто баскетбол, могут принять участие. Люберецкие спортсмены в категории «взрослые» заняли первое место, а среди детей – третье. Айтар Шчерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv Ну или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова